Друзья, у меня есть цель 200 подписчиков, и только ты можешь мне помочь. Нажимай на красную кнопку подписаться, а также нажимай на колокольчик, чтобы узнавать про мои ролики самым первым. Ну а теперь погнали к видосу. Итак, загрузочка 92%, 100%. Отлично, ребят. Сегодня будет открытие полностью Браво Паса. Я открою все сундуки. И да, всем привет. С вами Влад, и как вы уже могли догадаться, сегодня я буду полностью открывать Браво Пас. Обязательно перед началом видео поставьте лайк, а также подпишитесь на канал с колокольчиком. Я для вас очень стараюсь. Открытие боксов это одна из ваших самых любимых рубрик у меня на канале по Браво Старсу, так что погнали. Ну что, ребят, покупаем платный Браво Пас. Ты точно хочешь купить Браво Пас? Конечно. Браво Пас разблокирован. И теперь у меня есть доступ к дополнительным наградам. Давайте же сразу же заберем скин Серфер Карл. Итак, полетел Серфер Карл ко мне на аккаунт. Этот скин очень крутой. Я буду за него играть. Ну и в принципе, смотрите, у меня еще появились теперь переливающиеся ники. Я выберу такой. Ну и давайте продолжать открывать сундуки в игре Браво Старс. Итак, давайте сначала заберем нового Бравлера База. И так полетел ко мне на аккаунт Бравлер Баз. И кстати, данного хроматического Бравлера я ждал очень давно. И наконец-то я смогу за него поиграть. Вот серьезно, все мои друзья, которые приобрели Браво Пас, они уже столько на нем каток сыграли. В общем, ладно, давайте уже открывать сундуки. Я думаю, в этом ролике мне выпадет Генерал Гавс, так как он в этом сезоне эпической редкости. Лего, я думаю, вряд ли выпадет, поэтому я больше склоняюсь, что мне выпадет Генерал Гавс. И много пассивок и гаджетов. Ладно, давайте открывать ящики. Дорогие друзья, я уже открыл очень много боксов. Давайте очки силы на базу выберем. Я, в общем, уже открыл очень много боксов, но мне до сих пор никто не выпал. Мега ящики я оставлю на потом, и уже потом я их открою, и возможно мне из них что-то выпадет. Но блин, ребят, у меня много неразблокированных гаджетов и пассивок. Так почему они мне не падают? Я уже открыл реально дофига боксов. Ну или хотя бы почему мне не выпадает Генерал Гавс? Он уже эпической редкости, да и его, в принципе, не так сложно, я думаю, выбить. Ладно, ребят, буду надеяться на удачу, ну и погнали открывать боксики дальше. И так открываю очередной сундук и выпадает гаджет на Бель. Яйцо в гнезде Бель ставит ловушку, которая реагирует на противника взрывом. Ловушка наносит 500 единиц урона и замедляет всех бойцов. В зоне поражения на 3 секунды, зарядов на матч 3. В принципе, гаджет прикольный и я рад, что он мне выпал. Но всё же было бы круче, если бы мне выпал какой-то новый боец. Да блин, когда мне уже что-то выпадет? Так большой ящик. Что? Я только сказал, когда мне что-то выпадет. И тут выпадает новый гаджет на Гела, который добавили совсем недавно. Я знаю, что этот гаджет делает. Он ставит такой вихрь, и когда ты к нему подходишь, то ты как бы подлетаешь в воздух. Круто, что мне, конечно, этот гаджет выпал, но я всё же хотела нового персонажа. Ладно, давайте будем открывать дальше боксики, и я буду надеяться на удачу. Ну что, ребят, забираем скин «Плохие жбас». Полетел скинчик, он мне реально очень нравится. Новый скин «Плохие жбас». Данный скин могут получить только те, кто приобрели Бравл Пасс платный. И поэтому я, собственно говоря, и забрал скин «Плохие жбас». Ну а теперь погнали открывать мега-ящики. Ну что ж, дорогие друзья, погнали открывать первый мега-ящик. Итак, семь предметов! Что? Сразу же семь предметов! Первый мега-ящик! Это просто капец. Ладно, давайте же посмотрим, что скрывается в этом мега-ящике, и что мне выпадет. Первое – это пассивка на Бравлера Бель. Ну, это понятно, и пассивка на Була. Я уже ж подумала, новый Бравлер выпадет, но не судьба. Ладно, погнали открывать следующий мега-ящик. Итак, пять предметов! Блин, ладно. Смотрите, здесь еще есть набор значков, но я его открою чуть-чуть попозже, именно где-то в конце видео. Кстати, опять шесть предметов из мега-ящика. Наверное, какая-то пассивка или гаджет. Итак, смотрим, да, это гаджет на Макс. Макс отправляет к выбранному месту с задержкой в три секунды. Короче, я знаю, что это за гаджет. Но я был бы больше рад, если бы мне выпал второй. Что? Опять семь предметов! Ребята, семь предметов! Итак, два предмета, ну, это очередной раз какие-то гаджеты. Пассивки и гаджет на Макс, который я хотела, отличненько. Что? Легендарка! Это Амбер! Амбер, легендарка! Офигеть! Новый боец Амбер! Офигеть! Это жесть! Просто я выбью легендарку! Легендарку! Ребят, я вообще не рассчитывал на то, что я выбью легендарку. Мне мог выпасть генерал Гавс эпической редкости. Он бы сто процентов, я думал, мне выпал. Но мне выпала легендарка! Это просто жесть! Амбер, легендарка! Конечно, не та, которую я хотел, но все равно это лего. Вот, ребят, Амбер, это никакой не монтаж. Давайте я прямо сейчас покажу, что она мне реально выпала. Заходим в бойцы. И, так, вот, Амбер, офигеть, просто жесть, легендарка, ребят! В последний раз легендарка мне выпадала два года назад, в 2019 году. Это был Леон. Ладно, давайте все же откроем набор значков. Коль Джесси Бия. В принципе, эмодзи крутые. Ладно, давайте теперь открывать ящики дальше. Так, мегаящик, шесть предметов, офигеть! Ну, уже легендарка не выпадет, но просто какой-то гаджет, да? Ну, давайте, собственно говоря, посмотрим. Что? Вторая легендарка! Сэнди! Офигеть, просто жесть, Сэнди! Это Сэнди, вторая легендарка! Офигеть! Фух, ребята, это просто жесть! Теперь у меня три легендарки! Это Леон, Сэнди, Амбер. Я, конечно, хотел Спайка или Ворона, даже если мне бы выпала легендарка. Но выпала Сэнди и Амбер, как назло. Но все равно, несмотря на то, что это мои самые любимые легендарки, это легендарки, ребят! Это просто жесть! Меня переполняет эмоциями, это очень круто. Ладно, полетели к следующему мега-ящику. К сожалению, пять предметов. Открываем дальше. Итак, пять предметов. Ладно, думаю, мне все же повезет. Открываем мега-ящик. Шесть предметов! Отлично! Ну, легендарка уже не выпадет, наверное, да? Итак, смотрим. Да, легендарка не выпадет. Но все же Старка на Поку, она, в принципе, я думаю, прикольная. Надо будет прогрессировать. Опять шесть предметов. И что же это? Давайте посмотрим. Итак, нажимаю. Это гаджет на Рика. Кстати, это новый гаджет, и это очень круто. Давайте открывать мега-ящики дальше. Итак, шесть предметов. Вот это мне везет сегодня, ребят. Окей. Единичка светится, и давайте посмотрим, что это. Это гаджет на Абула. Страх и топот. В принципе, этот гаджет тоже прикольный, но первый, как по мне, лучше. Итак, следующий мега-ящик. Пять предметов. Окей, что-то золота упало много, как по мне. Ну, 300 золота. Но ладно, давайте открывать следующий мега-ящик, и, к сожалению, ничего не выпало. Остался почти, наверное, последний мега-ящик. Два мега-ящика осталось. Итак, ребят, открываем мега-ящик. Пять предметов. Блин, я думал, что-то еще выпадет, но хотя бы гавс. Окей, открываем этот мега-ящик, и шесть предметов. Так-так-так, вот это интересненько. Что же мне выпадет? Итак, это всего лишь пассивка на Бель. Ну, она, как по мне, крутая. Давайте же теперь откроем, конечно же, Эмодзи Пак. Ну, пофиг, короче, как вы его там называете, я его так назову. Выпало на Була, Эмодзи, на Джина и на Эль Прима. В принципе, Эмодзи крутые. Теперь давайте откроем несколько больших ящиков. Итак, второй. Ничего, к сожалению, не выпало. И тридцать третьего тоже. Фух, ребят, вот это открытие! Я выбил за сегодня очень много гаджетов и пассивов. И две легендарки. Это Сэнди, а также Абер. Что там в чате пишут? Акпио Старки прокачала гейла. Мега-ящика-то нет. Эх, не повезло, не повезло. Ладно, ребят, короче, это просто жесть, просто жесть. Я выбил две легендарки. Вы просто вдумайтесь, две легендарки за одно открытие Бравл Пасса. Это просто капец! Давайте я прямо сейчас буду прокачивать Бравлеров, потому что, ну, я хочу, чтобы на них выпадали гаджеты, ну и, конечно же, звездные силы. Так, теперь прокачиваем, конечно же, гейла, не знаю, почему, но ладно. Улучшить все на последней силе, которую можно прокачать. И теперь, конечно же, прокачиваем нового хроматического Бравлера База. Так как так, надо его прямо на фул прокачать, будет очень круто. Так, все, я его прокачал до девятой силы, и все, отлично, ребят. Надеюсь, вам понравилось это видео, так как оно было очень крутое. Я выбил База, ну, я его вообще забрал. И я выбил две легендарки. А, кстати, знаете, что просто самое вообще смешное? Мне не выпал Генерал Гавс, а его редкость уже эпическая в этом сезоне. Но вместо эпического Бравлера мне выпала легендарка Амбер, а также легендарка Сэнди. Это просто круто, ребят. Я реально офигел, когда мне выпало две легендарки подряд. Это просто жесть. А также, ребят, скоро будет видео, где я впервые играю за Бравлера База Сэнди и Амбер. И давайте еще прямо сейчас заценим эмодзи, которые мне выпали из наборов значков. Итак, смотрим. Первый это, конечно же, пин на кольта. Он, в принципе, прикольный. Идем дальше. Это плачущая Джейси. В принципе, тоже норм. Плачущий Булл. Хорошо, идем дальше. Что мне там еще выпало? Стоп, Орили. Что мне еще выпало? Вот, хлопающая Бия и кто же еще? Блин, я не помню, кто мне еще выпал. Серьезно, кто мне еще выпал? Блин, я не могу понять, ребят. Я вам показал 4 эмодзи. А, вот еще на Эль Прима, точно. В общем, ребят, я вам показал 5 эмодзи. 6-ой я не знаю где и вообще что это. Но, ребят, я выбил за этот видос две легендарки. А также заполучил нового Бравлера База со скином. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ну и всем пока-пока.